Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта Садовый мир. Сегодня у нас 27 июня. И мы, как обещали, показываем вам, как цветет плетистая роза, о которой мы уже на нашем сайте неоднократно разговаривали. Если есть сейчас постоянные посетители нашего сайта, то они могли видеть, как осенью мы укрывали эту розу, мы снимали такие материалы, как весной мы открывали эту розу, тоже смотрели, какие у нее были поражения, и вот обещали вам еще показать момент цветения. Вот наш сад расположен так, что эта роза с калитки открыта, собственно говоря, всем, кто проходит мимо нашего дома. И все спрашивают, как же вырастить такую красоту, как это вот за ней ухаживать, наверное, это очень сложно. Так вот, я пользуюсь возможностью через сайт, отвечаю всем сразу. Розу эту выращивать несложно. Это очень устойчивый, неприхотливый достаточно сорт фламентанс. Наверное, вот все красные розы, которые вы видите, где-то проезжая в садах, наверное, это родственники вот этой вот розы, этого сорта. В наших условиях он очень надежно и хорошо себя показывает. Посмотрите, вот такие вот обильные у него побеги. Цветет он уже, ну, я бы сказала, дней 9, и все больше и больше на нем цветов распускается. Еще есть нераскрытые бутончики. К сожалению, эта роза, можно считать ее однократно цветочей, потому что повторное цветение, оно совсем уже не такое обильное. Цветочки появляются, но не в таком количестве. Вот я всем сейчас говорю, вот эта роза, вот такой большой куст, он был выращен из черенка. Буквально вот такой вот маленький черенок. Мне его подарили, я его принесла сюда в сад, посадила вот на это место, и он у меня вот, наверное, 6 год. Вот так вот разросся и так себя хорошо чувствует. Сейчас как раз конец июня, и лучшее время для размножения растений вот такими черенками. Об этом мы сейчас и поговорим, о том, как размножить всю эту розу, и еще немножко захватим, конкретно поговорим про розу, какой ей нужен уход, чтобы вот она радовала нас таким вкусным цветением. Что нужно брать на черенок? Вот она у нас цветет, побегов очень много. Есть толстые побеги у нее, которые от земли идут, или которые в нижней части стеблей появились. Вот такие вот толстые побеги. Они в основании вообще толще сантиметра. Вот. И во многих литературных источниках можно прочитать, что как раз вот и нужно стараться, чтобы побег был толстый, не тоньше карандаша диаметром. Но я хочу сказать, что вот такие однолетние побеги, жирующие побеги, на черенок не очень-то подходят. У них вот эта вот древесина еще, ее даже древесиной назвать нельзя. Стебелек у него совсем не вызревший. И скорее всего, если его вы поставите в воду или посадите, он у вас просто-напросто загниет. Вот. Такие черенки, такие стебли на черенки брать не нужно. Советуют брать на черенок побег, который уже цветет или отцвет. Вот, например, я вам сейчас покажу. Вот я взяла такой кончик побега. И вот здесь вот есть, если вы видите, маленький совсем побег. Вот здесь подлиннее чуть-чуть. Вот здесь вот еще длиннее. Вот, в принципе, из каждого такого побега, из каждого, если вам подарили букет, скажем, не такой, а подарили букет этой розы, вы из каждого такого, даже вот такого маленького, можете вырастить эту розочку. Цветочек, естественно, удалить. Листочки нижние удалить. Вот этот вот череночек можно взять с пяточкой. Он очень хорошо будет укореняться. То есть вот с частичкой старой древесины. Вы его вот так просто раз назад и отламываете. Вот. И вот такой вот черенок можно укоренять. Ну, мы с вами постудим лучше. Мы возьмем еще больше черенок. Вот этот вот, понятно, что в нем больше запас питательных веществ. Опять же, мы убираем вот эти нижние листья. Вот. Цветок убираем. И у нас остается вполне хороший черенок для укоренения. Сейчас у нас с вами есть возможность вот какой большой черенок выбрать. Я опять же его срежу вот частью старого побега. На нем тоже был цветок. Мы его срезали в букет. Вот здесь он был цветок. Мы его срезали в букет. Вот из такого побега получится даже не один черенок. Опять мы его с вами отломим с пяточкой. Даже это не очень просто сделать. Потому что я срезала у побега. Сейчас я постараюсь. Нет, надо было сначала. Но мы все равно его вот так вот отрежем. Все равно у нас получился с пяточкой. Нижние листья, как я показывала, мы убираем. Дальше следует пара листьев на черенке, которую мы должны оставить. Длина черенка около 10 сантиметров. Вот эту вот листовую пластинку, верхнюю, мы убираем. Остаются вот у нас такие листочки. И делаем срез. Вот у нас готовый черенок один есть. Вот у нас готовый черенок вот такой вот. Эта часть у нас пойдет в землю. Листочки мы укоротили, чтобы они не сильно испаряли влагу. Вот. И он у нас будет на уклеоне. Следующий черенок мы делаем. Точно так же мы удаляем нижние листья. Эти листовые пластинки укорачиваем. Вот так укорачиваем и опять обрезаем. Вот у нас второй черенок. Этот черенок, я думаю, уже мы не будем использовать на укоренении. Но, в принципе, может быть и он тоже укоренится. Смысл в том, чтобы вот эта вот часть, которая у нас пойдет на укоренение у черенка, то есть у любого побега, она была более-менее вызревшая. Молоденькие вот эти вот верхушечки, они не подходят. Они еще жиденькие, запас питательных веществ там мало. И, скорее всего, этот черенок не жизнеспособный. Также я хочу показать, вот здесь вот у нас есть форзиция. Вот. Вот у нас форзиция. Это у нее была старая веточка. От нее пошли вот такие вот четыре хороших однолетних прироста. И смысл укоренения сейчас у любых растений один и тот же. Мы берем вот эту вот вызревшую часть. Вот примерно с этого момента нам черенок не подходит уже. А вот эту вот часть мы можем использовать на укоренение. Опять точно так же мы отламываем. Нижняя у нас пойдет с пяточкой. А дальше уже мы разрезаем. Листочки убираем. Эту листовую пластинку, вот ножничками я сейчас возьму, они поострее. Ножничками мы укорачиваем. Вот так. И вот, собственно говоря, у нас первый черенок. Вот такой вот. Вот такой вот у нас первый черенок. Вот это форзиция. Мы здесь ее закопаем в земельку, вот примерно на эту часть. Верхушечка у нас останется с вот такими укороченными листочками. Вот. Дальше мы следующий черенок делаем. Нижний удаляем. И эти листочки мы укорачиваем. Вот так. И верхушку мы срезаем. Она нам уже не понадобится. Она мягкая и не укоренится. Вот эту мы тоже посадим. Это у нас будет форзиция. Следующий момент. Что же дальше делать с этими черенками? Вот, посмотрите. На нашем сайте уже был такой материал. Мы берем горшочек. Берем хорошую, рыхлую, земляную смесь. И высаживаем наш черенок. Вот здесь у нас гортензия сидит. Смотрите, та же самая схема. Верхние листочки у нее были обрезаны. Черенок сидит в земле. И накрыт пластиковой бутылкой. Вот земля у нас политая. Посмотрите, что я хочу показать. Вот баночкой был конденсат. Вот если этот конденсат есть, то поливать такой череночек не надо. Влаги ему достаточно. Если будет избыток влаги, он может у нас просто загнуть. И так вот эта вот схема укоренения, она действует на все растения. Мы покрываем и относим куда-нибудь тенечек. На солнце не оставляем. И следим, чтобы температура была для укоренения 22-25 градусов. При более низкой температуре корнеобразование задерживается. И черенок ваш может загнить. Поэтому в прохладную погоду лучше это поставить. Либо дома на окошечке, либо нужно в парнику брать. Но в парнике следить, чтобы днем тоже это не перегревалось. Так что вот ищите где-то какое-то такое помещение, где будет стабильная такая температура. И вот в таком состоянии у вас этот черенок живет, ну, скажем, месяц. Где-то корни образуются у разных растений по-разному от 2 до 4, 5, 6 недель. Корнеобразование у разных растений, оно может либо быстро происходить, либо плохо. Для того, чтобы ускорить этот процесс, можно корневинчиком полить, гетерлоксином, или вот низ этого череночка опудрить корневином и уже после этого сажать. Ну, это практика показывает, что гортензия укореняется и без этих ухищрений. Так. Дальше мы с вами поговорим о том, что же нужно вот этому растению, вот этой вот обильно цветущей розе, для хорошего роста, как я за ней ухаживаю. Вот сейчас, в данный момент, пока она цветет у нас, прошли очень сильные дожди. Вот она у нас, бедняжка, так наклонилась. Мы ее старались подвязать, но все равно под тяжестью вот таких вот соцветий ветки сильно наклонились. Полива ей, кроме вот этих вот дождей, не нужно больше. Это только провоцирует болезни, различные пикнискости на листах возникают, может возникнуть мучническая рассадка, избытка влаги. Поэтому, если идут дожди, то и поливать такую розу не нужно. Что нужно знать о подкормках? Вот после цветения, я считаю, во время цветения подкармливать тоже не нужно, потому что подкормки стимулируют более быстрое распускание бутонов, и, собственно, это укорачивает цветение. А мы хотим любоваться нашими цветочками подольше. Поэтому во время цветения, я думаю, подкармливать не нужно. А вот после того, как розочка начнет отцветать, во-первых, нужно срезать вот эти вот все отсветшие у нее черепки и уже завязавшиеся семена. Роза – это тот же шиповник, поэтому у нее будут завязываться вот эти плодики. Вообще, это выглядит достаточно красиво, когда вот оранжевые на ней такие висят, вот, плоды, но она теряет много сил, поэтому я всегда обрезаю вот эти вот соцветия, не давая завязываться семенам. Конечно, это очень большая работа на таком большом растении. Вы еще не видите основную часть, она там еще спрятана. С той стороны можно посмотреть какой-то огромный кост, но тем не менее, вот обрезать все-таки нужно. Обрезали соцветия, и вот после этого подкормить. Чем подкормить? Можно комплексными удобрениями, с микроэлементами. Это очень будет хорошая подкормка. Если есть настой навоза конского, например, да, можно им. Обязательно с добавлением золы я это делаю для укрепления вот этих вот однолетних побегов, которые у нас сейчас растут. Им нужно питание. Вот эти вот однолетние побеги должны вызреть в зиме. И после этого, вот уже с середины лета, подкормки я розам не даю. Если продолжать дальше кормить наши растения, ой, как хорошо растет, ой, как у него много побегов образуется, а они вызреть не успевают. И вот отсюда начинаются различные проблемы. Под укрытием эти невызревшие побеги начинают гнить. Это заболевание распространяется на все побеги, в том числе и вот такие вызревшие прошлогодние, и розочка зимует плохо. Вот после цветения образование этих однолетних побегов, вы имеете это в виду, оно только усиливается. То есть роза с себя сбросила эту обязанность вести и переключилась на рост. Вот многих это радует, но опять же я повторюсь, что не нужно стимулировать лишними подкормками розу для роста. И в середине июля где-то все подкормки нужно прекратить. Единственное, что можно дать в конце августа, это фосфорно-калилийные удобрения, опять же для возревания вот этих вот побегов. Ну а потом мы уже с вами осенью встретимся, еще раз поговорим о том, как укрыть эту розу, как ее пригнуть к земле, чтобы вы еще раз это вот все хорошо поняли и усвоили. Вот эта роза зимовала у нас под спонбондом. Я накрывала ее лапником, прижимала дугами к земле. Естественно, я такой куст одна не опущу, это супруг помогал мне делать. И под этими дугами и под слоем спонбонда у нас перезимовала это прекрасное растение. Другого укрытия никакого не нужно. Ни пленки, ни рубероида, ни какие-то доски. Это все может только повредить. Это может вызвать подопревание, это может вызвать полом побегов. Поэтому вот спонбонда и лапника достаточно. В этом году я хочу провести эксперимент и даже укрыть без лапника. Если вам интересно, что из этого получится, посещайте наш сайт Садовый мир. Мы обязательно обо всем вам расскажем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!